Всем привет, ребятки, с вами Флэш, и всё-таки мы дождались этого. Теперь всё самое топовое оружие, которое имеется у нас в инвентаре, неважно в каких слотах, быстрых или нет, отображается на нашем персонаже. Я просто охренел, насколько это круто выглядит, если честно, одни эмоции просто переполняют. Я не думал, что настолько качественно это получится у разработчиков реализовать. Сейчас я вам всё это покажу, расскажу, потому что они все по-разному выглядят, и это просто неописуемо, ребят, я в восторге. Итак, давайте начнём. Начнём с самого простого оружия. Это, конечно же, с копья. И смотрите, насколько оно прекрасно. Блин, я обожаю вообще разработчиков Раста. То есть теперь мы сдалека будем видеть, если вдруг у человека есть копьё. Причём абсолютно неважно, в каком слоте оно находится, в быстром или не быстром. Я же заговариваться начинаю. Далее, когда мы его достаем, он его из-за спины очень прекрасной анимации достает. То есть непонятно из-за откуда. Вот таким образом. И причём неважно, в каком слоте находится у нас копьё. Если вдруг у нас даже его нет в быстрых, всё равно других игроков будет информировать о том, что у нас всё-таки есть какое-никакое, но оружие. Далее начинается очень интересная механика. Мы добавляем следующее оружие, допустим, лук. И для меня был изначально вопрос, когда я знал, что добавят эту функцию, как же будут отображать разработчики все оружие, которое находится в быстрых слотах. Потому что изначально была об этом информация, что якобы вот это будет всё отображаться. То есть они наслаиваться будут. Разработчики поступили умней. Показываться будет только самое топовое оружие, которое у вас имеется. То есть на примере я добавил лук. И как видите, он теперь отображается вместо копья. То есть если у меня в руках вообще ничего нету, всё равно игра считает, что лук более опасен. Соответственно, он только его и отображает. То есть больше у нас копьё не будет показываться до тех пор, пока мы не выкинем лук. И копьё останется самым сильным оружием у нас в руке. Но когда мы достаем лук, соответственно, у нас остаётся всё-таки в инвентаре копьё. Ну, в общем, механику, надеюсь, вы поняли. Собственно, копьё, лук. Ну, смотрите, насколько это классно лук смотрится. Ну, это, блин, ну как так вообще? Жесть. Так, достаёт он тоже его из-за спины. Далее давайте добавим арбалет. Есть. И, понятное дело, когда мы всё уберём из рук абсолютно, арбалет будет, опять же, у нас на спине, как самое убойное оружие, которое мы имеем. Даже если мы его достанем, то у нас останется следующее по списку. Это лук, соответственно. То есть больше копьё вообще мы никогда не увидим. Ну, а теперь я быстренько пробегусь по тем оружием, которые уже видны у нас за спиной, чтобы, как говорится, не тянуть время. Начнём с холодного оружия. Длинный меч у нас имеется за спиной. Но, видите, он сейчас из того списка, который представлен, считается самым топом. Соответственно, он и отображается. Давайте попробуем его достать. На место него выходит такой большой тесак. Не знаю, как его назвать правильно. Так, давайте меч выкидывать. Достаем. А, нет, тесак. Вот этот. Да, после него идёт мачете. Мачете. Так что, потом идёт, собственно, одноручный меч уже у нас за спиной. Посмотрите, насколько классно. Это вообще бомба. Ещё поблёскивает. Так, выкидываем наши мачете. Достаем одноручный меч. И всё. Дубинка с ножиком у нас пока что не отображаются нигде. Далее, давайте пробежимся по оружию всему. Потому что пистолеты это отдельная история. Ещё более крутая. Так, добавил всё оружие. Вот из этого представленного списка. Навесное сейчас я отдельно покажу. Получается, М-ка считается самым топом. Ну, не самым опасным. Я не знаю, как вот разработчики решили. Видите, из всего этого оружия всё-таки она за спиной показана. А всего остального арсенала не видно. Хотя, по моему мнению, Ну, М249 как минимум должен был показываться. Далее, давайте посмотрим, будет ли отображаться у нас навесное оборудование. М-ка у нас сейчас стоковая. Надеваем глушитель. И действительно, за спиной он появляется. Надеваем оптический прицел. То же самое. То есть, вообще класс. Просто бомба. Далее, пытаемся её достать. И, собственно, будем смотреть, какое оружие за ней следует после того, как мы её достаем. Ну, понятное дело, за ней идёт калаш. Хотя, странно, почему сейчас мы когда уже убираем её. Калаш только висит. Хотя, если честно, ребят, какая-то странноватая механика. Я сейчас немножко поперемешал оружие по слотам. И почему-то Калашников стал первым теперь ведущим. То есть, неважно, что я достаю, он всегда у нас висит. Когда я достаю Калашников, после него либо М-ка появляется, либо иногда болт. Вот, как сейчас. Хотя М-ка до сих пор в быстром слоте. То есть, пока не могу понять, с чем связано. Ну, да не суть. Калашников, собственно, у нас за спиной. Мы его достаем. Появляется М-ка. Давайте теперь будем по очереди выкидывать. Достаем М-ку, после неё болт. То есть, блин, вообще, да? То есть, ты всегда бежишь с Калашником с болтом, и у тебя будет всегда палиться, что всё-таки у тебя не только в руках Калаш и М-очка, или ещё там что-то, но ещё и Болтецкий сзади торчит. Как это классно выглядит. Далее выкидываем М-ку. Играемся болтом. После болта почему-то у нас идёт двухстволка за спиной. Офигеть, блин. Как же оно классно всё. Далее двухстволочку мы достаем. Почему-то идёт огнемёт. Да. Огнемёт. После этого берданочка. Выкидываем. После берданки у нас идёт... А почему она сейчас не показана? Короче, видите, немножко как-то всё... Сейчас вообще СМГшка. Показывает именно вот это. То, что в этом слоте хорошо. А если так? Ладно, непонятно. До сих пор не могу понять, как он так переигрывает. Томпсон. Точнее, МП-5. А, вот, уже базуку показывает. Ладно, ребят, кто в комментах понял, как она от чего зависит? Я, если честно, не понял. А как-то такое ощущение, что вообще рандомно всё присваивается. Так, ладно, уже давайте добьём. Базука. Да, базука это вообще тоже бомбически. Такое паратище. То есть, ты бежишь, и ты уже никогда её как бы не спрячешь. То есть, неважно, где она у тебя в инвентаре находится. Ракетница. И все будут в округе видеть, что... Допустим, если вот так отлететь... Что чувак бежит, и он явно бежит на рейд, потому что у него сзади базука. Просто так базуку никто с собой не таскает. То есть, явно уже конкретное палево просто. Так, давайте выкинем берданку. Базука у нас, да, осталась. СМГшка почему-то. После СМГшки опять же базука. Ладно, я уже сам запутался, если честно. Странная система. Пайпушку мы видели, да? Базуку мы выкидываем. Во, М249 за спину как... Наконец-таки повесился. Но почему-то он пайпушку, даже вот сейчас, смотрите, у меня в слотах и то, и то оружие, М249 вообще не считается в приоритете. Очень странное явление. Он появляется только, когда я достаю пайп. И тогда ему уже деваться некуда, он вешается на спину у нас. Немножко, правда, впивается нам в спину, но в любом случае смотрится очень эпично. Так, ну и пайпушка, само собой, классика жанра. Далее, у нас пистолеты. Вот как раз-таки я говорю, почему будет интересно, потому что пистолеты у нас вешаются не на спину, а справа. Направо, ну, грубо говоря, в районе пояса. Сейчас мы все добавим, посмотрим. Причем Йоко пистолет тоже самое там отображается. Да, с пистолетами все попроще, потому что я добавил все пистолеты, и у нас всегда по умолчанию, видите, питон отображается, потому что он считается, ну, самым убойным, на самом деле так и является. То есть, какое бы мы оружие не доставали, все равно показывает нам, другим игрокам, то, что у нас еще в запасе питон, и он является самым опасным из того, что мы имеем, касаемо пистолетов. Вот, а когда непосредственно мы сам питон достаем уже, то идет следующее оружие по опасности, это у нас пэшка. То есть, мы выкидываем питон, пэшка у нас висит, достаем пэшку, потом считается берета, М92 по опасности, выкидываем у нас пэшку, играемся с беретой. Где-то там берета. Да, после нее, естественно, револьвер обычный. Выкидываем и достаем револьвер. У нас вот такая вот ИОКа пистолетная, он, конечно, вообще несуразно так смотрится. Но в любом случае, он все равно палит, что у нас что-то есть, что-то. Достаем ИОКа, у нас до сих пор висит револьверчик обычный. Конечно, классно, очень питон мне понравился, как смотрится. Офигенно, блин, как же это круто, а! Так, далее, отдельная история еще перед самым вкусненьким. Это у нас инструменты, они тоже все отображаются. Так, вроде все. То есть, на данный момент у нас считается, получается, кирка, железная, точнее, самая опасная. И тоже, видите, даже вы, когда бежите за грудой, бегаете, у вас все равно будет палиться ваш инвентарь, точнее, ваш инструмент, если у вас мощнее ничего не имеется. Так, выкидываем нашу кирку, у нас потом идет топор, тут вообще опять непонятный рандом, какая-то каменная кирка почему-то. А если ледоруб сюда? Нет, все равно. А, вот сейчас поменялся на топор. Так, выкидываем каменную кирку, у нас топор остался, потом идет молот, все отображается, ничего не скрыть. Да, ледоруб очень классно смотрится. Он как-то угрожающе очень, поблескивает такое прям ледорубище. Так, ну и под конец, конечно же, у нас остается самое простое оружие, это каменный топорчик в завершение, так сказать. Если мы достанем у него, у нас ледоруб будет палиться. Ну и самое крутое, конечно же, к сожалению, бобовка у нас не отображается, специально решил проверить. Это граната F1. И, ребятки, сейчас я сначала ее заценю, ну это вообще класс, реально контра, потому что у меня первая ассоциация это с Counter-Strike CSGO, потому что там все эти гранатки, все у нас на поясе висит, все шевелится, когда мы бегаем и все как бы отображается в реальном времени. То же самое, мы ее достаем, она снимается с пояса. Если она у нас одна, так а если мы добавим сотку, допустим, и у нас будет еще. Да, ну и на поясе остается, видно, что у нас и в руках одна, да, и в запасе у нас имеется еще одна как минимум. То есть там уже дальше неизвестно. Вообще класс, блин, а. Так, ну поняли, да, с гранаткой понятно, ну и самое крутое, это, ребятки, С4, теперь даже без палива С4 вы не протаскаете. Она крепится тоже на левую ногу, это вообще жесть, это настолько паливо. Прикиньте, если бы по ней еще стрельнуть, и она бы взрывалась бы, это жесть. То есть теперь кто бежит на рейд, он вообще никак не сможет без палива бежать. Теперь, если на каких-то башнях или еще где-то вас увидели на каких-то вышках и вот эта заветная С4, то есть теперь имеет смысл всегда, когда ты бежишь на рейд, а хотя я даже не уверен, что она будет заменяться, и Ф1 не будет, да, она ее не перебивает, то есть у нас Сишка важнее, чем Ф1, даже граната, и если вы хотя бы раз взяли в руки, она всегда будет теперь на поясе, не важно, что вы. Короче, вообще без палива получается, невозможно пойти на рейд. Вот это просто супер. Это просто эпик, блин, я в восторге. Я не знаю, как вы, но это настолько классно. И понятное дело, что теперь мы все ждем рюкзаков, чтобы на спине у нас был рюкзак, и мы туда могли все складировать, и если мы положили отдельный будет инвентарь, допустим, рюкзак, да, какой-то, положили ту же Сишку, то она уже будет в рюкзаке лежать, и не будет так сильно палиться на левой ноге. Так, а если мы достанем ее? Ну, она снимается, заменяется на F1, да, все правильно. Короче, ну, просто жесть. Ну, и теперь, ребятки, в полном обвесе, да, даже если имеете коллаж, допустим, М-очку, какую-нибудь П-шку, какой-нибудь револьвер, ну, понятно, я еще и делаю Сишку, то есть, мы берем в руки коллаж, у нас за спиной еще М-ка, либо мы берем в руки, опять же, пистолет какой-то, у нас справа еще револьвер, ну, наверное, вот так вот эффект не будет смотреться. Видно, насколько вооружен человек, то есть, мало того, что у него в руках оружие, еще за спиной, справа, слева Сишка, ну, это просто копейша. Ну, а если мы бежим действительно на рейд, и у нас вместо второго оружия еще, допустим, базука, ну, это такое палевое. И Сихо, и ракетница. Это же, я не могу, я могу бесконечно сейчас на этом, за этим наблюдать. Насколько же это круто и эпично. Далее, теперь покажу, что это все отображается, неважно, раздеты ли вы полностью. Фу, слава богу, цензура включена, я все время забываю. То есть, даже если вы раздеты полностью, у нас имеется там повязка, ее не видно из-за базуки. Ну, и вот так вот могу показать. Да, повязочка имеется, то есть, все у нас это отображается. Даже старую броню, полную экипировочку нашу наденем. То есть, все тоже видно, да, единственное, что немножко дорожные знаки прикрывают револьвер, смотрите, как необычно, и Сишку немножко. Но в любом случае, все остальное у нас виднеется. Калаши, все видно. И даже если мы наденем самую топовую броню, то же самое, на ней все очень сихо выпирает, ничего не прячется, все очень красиво выглядит. Тот же самый калаш, те же самые, то же самое оружие холодного боя. Ой, холодное, холодное оружие. Холодного боя, я думаю, что я сказал. Так, все мечи, ну, конечно, да, с мечами тяжелая броня намного круче смотрится. Блин, ну, это жесть, это класс, это просто супер-пупер класс. Я кайфую, не знаю, как вы, но я просто офигеваю, насколько это круто. В общем, ребята, пишите свои комментарии, что вы по всему этому поводу думаете, я только за, если честно. Это изменения, они настолько офигенные вообще, я кайфую просто от всего, что здесь происходит. Насколько это эпично выглядит. Блин, класс. Теперь вы понимаете, сколько мы будем иметь информации о, ну, видя вообще рандомного абсолютного человека. Что бы он ни взял в руки, если у него что-то в инвентаре засветилось, оно все будет отображаться. Все будет отображаться. Самое мощное, что он имеет. Это вообще супер. Это столько информации будет давать. Это столько нужно будет заранее продумывать, чтобы где-то не спалиться, еще более скрытно действовать, если ты не хочешь там показывать что-то. А раньше как там, бежишь там, что-то подспрятал. Я раньше всегда бегал, убирал оружие, чтобы человек бежал не вот так вот впереди, неся что-то, а просто бежал, без, ой, не так, вот так вот. Типа, ну, хоть какой-то давал о себе информацию, что якобы вот я бегу, без оружия, у меня ничего нет, а когда какая-то заварушка, я резко доставал. Меня многие часто спрашивали, а что ты все время без оружия бегаешь? Просто вот я давал ложную инфу, что он якобы у меня нет, чтобы человеку снизилась бдительность, и он более, ну, как бы, не так осторожно действовал со мной, типа, оружия нет. А когда человек бежит всегда с оружием спереди, то есть ты уже понимаешь, что он только тебя заменит, он сразу откроет огонь, то есть ты уже на осторожнее. А когда без оружия, думаешь, ну, успею, там, пока все. Это как бы у меня фишка такая была, когда я играл, я всегда бегал без оружия, только в самый последний момент доставал. Да, это немножко проигрышно, что ты можешь не успеть, но я был настолько осторожен, что наоборот, я это использовал в своих целях. То есть, если меня где-то заметят, что люди будут думать, что у меня ничего нет, хотя бы, как минимум. А теперь, не важно, где у вас что, всегда будет палиться, что у вас есть оружие, причем сразу видно, какое самое топовое. Это просто супер. Просто, блин, я вот так вот аж трясусь весь. Время 6 утра, 6, почти 7, а я все ждал этого обновления. Блин, вообще бомба. Ладно, пишите, ребят, что вы по всему этому поводу думаете. Я только за просто 5 баллов из 5 разрабов, причем они реализовали практически с первого раза. Ну, все идеально, да, можно сказать, и достает все анимации, ничего не переглючивает. Единственное, что непонятный порядок, как оружие сменяет другое, потому что немножко я там с оружием запутался. С СИшками, с револьверами, все идеально просто. Вот почему-то автоматы, как-то они путаются с собой иногда. Вот. А так вроде все отлично. Все, ребятки, с вами был Флэш, как всегда, увидимся в следующем видео. Обязательно пишите свои комментарии.